Привет. Буквально несколько дней назад я выиграл первый этап дела против литовского правительства в ООН об экстрадиции человека из Литвы в Беларусь. То есть дело, оно интересно двумя аспектами. Ужасно интересные два аспекта. Первое это то, что решение ООН вынесли через 6 часов после того, как получили жалобу. То есть они получают жалобу, через 6 часов уже есть решение. На первом этапе это решение, оно заключается в том, что, значит, во-первых, дело принимается к рассмотрению. Во-вторых, литовское правительство получает приказ от ООН о том, что человека экстрагировать, высылать нельзя. Это замечательный момент. Второй аспект, который мне весьма интересен, это глобальность этого решения. Потому что на самом деле это говорит о том, что если вы живете в одной из стран, как Беларусь, Россия, Украина, Таджикистан, Казахстан и так далее, и вы видите, что ваши права нарушаются, что нарушение прав человека это единственный исход, который вы видите в своем деле, значит, у вас есть реальные шансы взять и поменять страну, как сделал мой клиент. Я бы все-таки рекомендовал Великобританию, Францию, Испанию, Швейцарию, Бельгию, Люксембург. Во всех этих странах я могу на самом деле оказать вам помощь, значит, об отмене экстрадиции с самого начала до самого конца. Литву я меньше рекомендовал бы, как бы, все равно человеку интереснее жить в стране, где красивая архитектура, где все интересно. Кроме того, литовские суды очень коррупированные, у меня есть случаи, когда литовский прокурор зовет к себе человека и начинает жаловаться ему, что у него маленькая зарплата, что у него пошли в университет дети, таким образом вымогая на самом деле взятку. То есть это очень частые случаи в Литве, именно поэтому я бы не рекомендовал эту страну. У меня, кстати, есть четыре дела о высылке людей из Дании в Литву, которые я выиграл, несколько дел из Норвегии в Литву, из Исландии в Литву. То есть нормальные страны запрещают высылать людей даже в Литву. Что же говорить о таких страшных режимах, как Беларусь, Туркменистан, к сожалению, Казахстан? Многие на самом деле не знают, что есть механизм Организации Объединенных Наций, что Организация Объединенных Наций функционирует как суд. На самом деле это и есть суд с обязательными решениями. Как и в этом деле, мой клиент сначала пробовал обращаться в Страсбургский суд. Страсбургский суд ему не помог. Кстати, Страсбургский суд на данный момент закрылся. Там 99% дел, а не проигрываются. И после Страсбургского суда именно мы обратились в Организацию Объединенных Наций, где решение было принято просто через 6 часов после обращения. Вот такой вот существует очень эффективный механизм. Удачи! Страсбургский суд на данный момент закрылся. Страсбургский суд на данный момент закрылся. Продолжение следует...